Бобруйск, 16.00, в центре пристального контроля специалистов домашние агрессоры. В руках соцработника десятки адресов, по каждому проживает нарушитель. В этом доме сын и отец периодически устраивают концерты. Но сегодня кажется все благополучно, а может просто еще не вечер. Как часто в вашем доме бывают правоохранители? Я первый раз их вижу. Первый раз? Обычная милиция к вам не заходит? Нет, не заходит. А что они здесь делают? Анатолий искренне недоумевает, почему уже несколько месяцев подряд его навещают правоохранители и соцработники. Ведь алкоголь он употребляет только дома по большим праздникам и без последствий для родных. Правда, факты говорят об обратном. Были обращения по злоупотреблению сыном, спиртных напитков и супругам тоже. Поэтому неоднократные были скандалы. А вот еще один нарушитель. Мужчина трезв и даже рад незнакомым гостям. В памяти лишь один промах. Нарушил закон на дороге. Перешел в неположенном месте. И пока не оплачивал штраф. На этом все. Вроде бы. А что дебоширите? Я не дебоширую. Не надо. Да? Да. Милиция ни разу не приходила. Ну вот есть административная ответственность была. Я не знаю, что дебоширую. Да? Ежегодно в республике в милицию поступает 100 тысяч звонков с жалобами на домашних тиранов. В Бобруйске цифры скромнее. В этом году пока их чуть больше двух с половиной тысяч. В рамках комплекса специальных мероприятий сотрудники навестили 260 дебоширов. Многие из них отправились в ЛТП или получили штрафы. Поступила 21 информация о семейно-бытовых скандалах. По всем были составлены протоколы. 18 было рассмотрено во время проведения СКМ-быт, по которым семейные скандалисты были привлечены к ответственности административной. И три материала находятся еще на рассмотрении. Проблему семейно-бытового насилия и впредь сотрудники намерены решать самыми действенными мерами, вкупе со всеми заинтересованными службами и чаще привлекать СМИ. Как показывает практика, то, что не хотят признавать многие в живом общении, выдает картинка со стороны. Есть у вас такие злостные нарушители на районе, может быть, семейные скандалисты? Нет, мы не знаем. Мы сами примерные люди, и поэтому все у нас примерные. Ангелина Дикун, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Боброиск 360.